Добрый день уважаемые любители шахмат играем на шахматной планете против меня соперника выиграю Марина но поскольку я не Марина я попытаюсь опровергнуть данный тезис у нас на доске защита Немцовича конс 3 решил выходить в этот раз поэкспериментировать немного ну и G3 покажу не знаю это все сейчас идет полнейшая импровизация да, сам играл Немцовича когда-то на самом деле слона на С5 конечно это хорошо выводится и получается такой улучшенный Фелидор причем с закрытым центром можно конечно H5 толкнуть и он на F2 конечно давит надо будет как-то эту проблему решать попробую сразу ее решить поэтому он дает возможность выменить слона но получается такая закрытая позиция ну и мы конечно еще и напал на пешку H5 да, пешка немного далеко зашла но она держится пока играю в последнее время очень много на планете что-то с рейтингом вообще беда читер задолбали конкретно ужас просто вот подумаю над тем может сменить какую-то игровую зону еще не хочу чтобы Ферзь на А4 зашел поэтому Б3 хожу ну и меняюсь позиция конечно закрыта сложно будет прорываться но по-моему у меня чуть получше поскольку я как раз захватил пространство на королевском фланге там где и буду прорываться он на А4 давит но у него пока ничего не получается вскрывать игру ему тоже непонятно ему даже непонятно куда рахировать на самом деле в короткую или в длинную сторону он выбрал длинную я сейчас не хочу чтобы он пожертвовал фигуру на С4 поэтому к С3 походил теперь можно рахироваться спокойно ну надо надвигать о по-моему он зевнул пешку я могу на А6 ударить правда может ударить на Е4 но тогда я ударю на Ж7 а он может на А5 ударить но это ничего не изменит особо больше ходов собственно нет а он на А5 бьет но надо мне ударить наверное водей потому что я тогда могу выходить в ферзе в 6 может и в 5 подорвать не хочу ему давать возможности такой и побью теперь на А6 спокойно конечно он может и ферзей распределять но это еще упрощает мои задачи более потому что я могу взять на А6 без ферзей без ферзей конечно у него игры совсем нет так он напал на Ф3 но отдавать конечно не буду собираю сейчас на А6 у меня лишняя пешка главная линию А6 сейчас не отдать ему он думал менять коней или не менять наверное поменяю коней потому что получается владей на окончание доминацией полнейшей он владей если бы мог зайти на линию А6 не ясно было так хочу Ф4 походить после хода король Е3 также интересно владя Ц6 Д6 ну ладно ладно проверю что вот собирается делать на король Д6 может я владя А7 похожу нет он еще и пешку вызывает но это уже легкая победа невозможно ошибиться он зажертвует еще одну пешку почему-то король Ц5 не походил какая разница в три лишних пешки тут легкая победа просто я не могу никак ошибиться в том-то и беда черных можно Е толкать уже короля можно на Ф5 повести и не вести собственно лучше воде ударю короля повел теперь пешки идут ну легкая победа в общем пешка пошла он еще и не сдается не знаю зачем так но я тоже всегда до матов блиц играю конечно обидно тому разница в рейтинге больше 200 пунктов ну все мат ну еще одна партия с тем же соперником попробую сицилианскую защиту ой Ц3 неприятно когда вот так вот расставляются получается испанская партия вместо сицилианской защиты еще и Д4 он как-то мне наверное неправильно где-то не точно сыграл потому что тут конечно у него наверное небольшой перевес он хочет кольца 4 походить но не хочу ему это давать так просто поменяю слонов потом кольца 4 нельзя будет ходить потому что пешка на Е4 падает так можно сдвоиться по линии Д кстати удивительная вещь 16 ходов у него 16 секунд ровно ушло я так быстро я не умею ходить к сожалению так какой-то маневр собирается сделать решил разменять у меня пешка осталось на G5 ходить другого не видно потому что иначе в H1 давление будет в лени H так можно попытаться конем на D4 прыгнуть такая идея есть чтобы поменять немного ход игры он не мешает этому прыгну если он бьет слоном то понятно дело что у меня все хорошо после C на D поэтому пешка ударил ну и сейчас у него есть вариант побить на G5 но это вряд ли хорошо может быть можно побить на D4 можно просто отойти конем он конем отходит меняет ладию он не выигрывает материал потому что на коне 5 следует по D7 на коне E3 последует скорее всего войдя D4 король E3 остается FE FE вообще странный ход но в данной конкретной ситуации наверное можно так походить чем еще можно заняться биом король E3 не хочется ходить наверное FE сильнейший ход задумался на чем то очень долго но защитил пешку E5 ну и приходится наверное меняться потому что иначе войдя на D8 залезет это очень неприятно ну и его король дойдет если на B5 то не кранты потому что пешки тогда посыпятся но я не вижу что случилось он решает сначала закрыть фланг не знаю король H4 не хотелось мне короля без короля оставаться ну и пытается он прорваться вроде это ему пока не удается но все это как-то не очень ситуация с плохим соном я остался классическим я конечно могу теперь его пешки E3 приставать он защищает ее но тогда попытаюсь короля вперед продвинуть но он не дает ладно пристану к пешке E3 ну и буду стоять С1 D2 С1 вроде никак не может пробиться королем туда-сюда хожу такое дело что он сейчас форт начнет отрубить я блесни очень хорошо щелчками умею играть потому что я всегда привык перетаскиваниями а щелчками еще шахи какие-то начались пешку взевает или отдает а он на D5 зашел это очень неприятно потому что он теперь может пешку F6 забрать не переходит в пешечный а мог он перейти в пешечный опасно он просто рубит флаг вот нахуй он на секундах начнет что-то а он C6 хочет но я не знаю что делать все это очень неприятно просто валит мне флаг ну и по позиции у него скорее всего выигран уже короля зря на D5 пустил туда-сюда ходит типичная игра шахматистов шахматной планеты при рубке флага ну все там я не знаю мало шансов надо туда-сюда ходить он скажем конем туда-сюда входит он на C4 идет что делать он королем на E6 просто прорывается все это победа белых даже по позиции и видите он меня просто на несколько секунд обыгрывает не все это я задаю сейчас пах упадет да ну ладно извлек урок из предыдущей партии неприятный шум соперника надо что-то поактивнее играть равные или чуть лучше позиции он строит поэтому сыграю скандинавку Коваленко которую я знаю как опровергать белыми но вряд ли мой соперник это знает и такой ход конь d7 так вот этого хода я не помню f4 конь e4 конечно напрашивается но я не помню если честно как играть все эксперимент поэтому конечно в 3 0 ухожу и сейчас можно походить fb4 fb6 да на b2 конечно бить я не буду самоубийство данной позиции но я как-то структуру заставил поменять хотя ладно зачем я d5 походил на бур конечно d7 ходить с идеей c6 не знаю так у него опять возможность получается создать хорошую для себя позицию именно закрыть все и начать рубить флаг зачем он тут думает разве есть ход кроме d5 правильно побил в конце концов печаль в том что я не могу атаку начать на королевском фланге потому что я с h5 покажу он входит g5 опять позиция закроется а f6 ходить рискованно потому что я пешку отдаю непонятно за что приходится h5 поэтому ходить что он собирается этим ходом показать непонятно я бы готовил атаку например на ферзевом фланге белыми кстати видите в этот раз я нестандартным дебютом поставил перед какими-то вопросами ему приходится сейчас думать и у меня в итоге полминуты времени больше но позиция конечно не очень хорошая у меня хочу слон e6 походить заблокировать а он мне этого не дает сделать хорошее жертва качества по моему потому что у него два слона он на f5 сто процентов отыграется на белых полях все мои пешки подвисают а конечно король d8 малья c7 как-то уйдю попытаюсь ввести выкрун если он короля своего как-то спрячет то мне не за что будет хвататься он ведет в центр короля так что он хочет в тем ходом я не понял если честно а вот что слона на g5 хочет поставить ну это его право но король e8 отойду слон e7 хочу походить он мне слон e7 дает возможность походить слон наш тренер намного сильнее было у меня минута времени почти лишняя я еще до конца не отбегся например он может походить вводя e6 нет он так не ходит почему-то он дал возможность поменять слон и мне намного легче дышать потому что конечно все равно объективно лучше вводя теперь в игру входит пара ладей и мат может поставить один прекрасный момент так надо король e7 не ходить на король d8 потому что он d5 d6 шахом если король e7 похожу могу побить наш 4 могу походить вводя g4 но не хочу хочу на мат играть по 1 вводя f3 хорошо выглядит он по 1 встал вот совсем как-то не смотрится с другой стороны что ему делать было так он надает на d6 это уже легкая победа учитывая то сколько времени осталось на часах могу опять на вторую зайти и пошаховать его так можно еще несколько шахов дать но главное не переусердствовать можно забрать не знаю нельзя забрать f2 висело но это легкая победа но я даже не хочу что-то задумывать я ему просто рублю флаг все спасибо за внимание